Через 10 дней Ольге предстоит катать инспектора на заднем сидении учебного автомобиля. Девушка заканчивает водительские курсы. Любимое упражнение на дроме – параллельная парковка. Пожалуй, оно в антирейтинге у большинства курсантов, как горка или гараж. А тут еще новые правила. Это так тяжело и эмоционально, и психологически. Сейчас только три задания, а потом будут все еще дополнения какие-то, будут еще тяжелее. Провалить экзамен на права по новым правилам вполне реально, даже не трогаясь с места. Кандидат в водители будет отвечать и за своих пассажиров. Так что важно не забыть, а точнее не постесняться попросить товарища инспектора пристегнуться. Причем за ремень штраф 3 балла, а не один, как сейчас. Зато мягче наказание за помеху на перекрестке. Сейчас это сразу не зачет, а будет 3 штрафных. Примерно такие остальные изменения. Где-то стало сложнее, где-то проще. Региламент все-таки разрабатывался, я думаю, что людьми опытными, знающими. Учитывались пожелания образовательных учреждений автошкол, ассоциации автошкол Российской Федерации. Поэтому бояться нововведений, которые вступят с 1 сентября, не следует. Необходимо трезво оценивать свои умения, знания. Изменятся экзамены на автодроме. Здесь придется выполнять не 3, а 5 фигур за установленное время. К привычным добавится поворот на 90 градусов. Змейка станет гораздо проще. Это будет просто извилистая дорога с двумя поворотами. А вот, к примеру, гараж усложнится. Теперь заезжать в бокс нужно будет по строго установленной траектории и выезжать в конце упражнения. Но до экзамена на автодроме, уж тем более в городе, еще нужно дойти. А с 1 сентября намного сложнее будет сдать теорию. Сегодня этот этап успешно проходят почти все. Отдается 20 вопросов и допускается 2 ошибки. С 1 сентября такого счастья для экзаменуемых не предвидится, потому как нужно будет сдать экзамен без ошибок. Единственное исключение, что допускается наличие двух ошибок в разных тематических блоках, но при этом необходимо будет ответить, соответственно, на 5 вопросов из каждого тематического блока в строго отведенное время. Соответственно, если в это время либо не ответили на эти дополнительные вопросы, либо не уложились в это время, оценка будет неудовлетворительной. К слову, изменения коснутся не только категории «Б». Например, грузовики с прицепами будут выполнять параллельную парковку. Многие новшества ждут и популярную категорию «А». Специально для маневров мотоциклистов на автодроме придется строить 80-метровую полосу для «Змейки», практически как футбольное поле. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.